Спасибо. Подожди, ты же в моей группе? Да. Что ты получила за тот вопрос из-за мужа с Дугласа? А это сложный вопрос. Я уже не помню, но я думаю, это было что-то о символизме. Да. Кстати, познакомься, это мои друзья, Фатима и Джамаль. Очень приятно. Кстати, вы не подскажете, где молильная? Просто у меня не было времени ее совершить. Подожди, ты мусульманка? Да, моя родитель из Пакистана, но я родилась здесь. Если ты мусульманка, почему не носишь хиджаб? Как ты можешь такой спрашивать? Ничего страшного, все нормально. Я просто не одеваю его, просто как-то еще не радуюсь. Я не разобралась с этим. А в чем надо разбираться, ведь ты же мусульманка? Мне как-то неудобно сейчас об этом говорить. Ну ладно тогда. Миспа, мы еще увидимся, нам надо идти. Не обращай на них внимания. Малилия все необходима для тебя. Спасибо большое. Кстати, я Миспа, а я Нура. Очень приятно. Взаимно. И что это все значит? Что ты имеешь в виду? Вам не кажется, что вы были немного грубоваты? Миспа, этой девушке нужно знать, что хиджаб является обязанностью нашей религии. Если же на то пошло, то мы оказали ее услугу. Да, но пророк Мухаммад с уважением относился даже не к мусульманам. Критику ее при первой встрече, это неправильно. Несмотря на то, что она не одевает хиджаб, это не дает нам права критиковать ее. Я не критиковала ее. Во-первых, она унижает себя и ислам, не покрывая себя. Я понимаю, возможно, это звучит немного резко, но хиджаб имеет важное значение в нашей религии, как намаз и пост. У тебя нет выбора, одевая хиджаб или нет, это обязанность. Я не понимаю, зачем ты заступаешь за нее. Разве ты не ценишь свой хиджаб? Конечно, я ценю. Просто я думаю, что одевая хиджаб, мусульманами не становится. Вы должны об этом знать. А кто знает? Может, ее намерения могут быть искренними, чем наши. Мисс Ба, мы пошутили, мы должны были об этом знать, и ей тоже следует знать. Ладно, мы опаздываем на урок, увидимся позже. Пошутили, конечно. Да, я понимаю, Айша, это место такое странное, я просто чувствую, что все на меня смотрят. В любом случае, в школе все идет хорошо, но... А так мне тут немного некомфортно. Подожди минуту, я скоро тебе перезвоню. Какие-то проблемы? Нет проблем. Уверена? Уверена. Ладно. Пожалуйста, если ты мусульманка, то и выглядите как мусульманка. Что она сказала тебе? Я понимаю ее недовольство. Нора, пожалуйста, удари ей пощечину или что-то в этом роде. Нет, Айша, я не хочу опускаться до ее уровня. По исламу, такой способ не является выходом из этой ситуации. Нора, ударив ее, это никак не отразится на твоем уровне. Напротив, это поставить ее на место. Ты бы видела, какая я была злая на тот момент. Нора, ты не должна с этим мириться. Я имею в виду, эта девушка ведет себя так, как будто она, я не знаю, сердце из святых. И что ты хочешь, чтобы я сделала? Ведь их целая группа, они всегда вместе. Я не могу что-то сделать. Я не знаю. Ладно, Нора, а все эти хиджабы, что они носят на голове, это только для того, чтобы показать, что они лучше тех, кто их не носит. На твоем месте я бы перестала разговаривать со всеми. Иначе они будут продолжать относиться к тебе так же, как это делают сейчас. Все, что их сейчас волнует, это иметь в виду, по какой причине ты не носишь хиджаб? И сделать все возможное, чтобы исправить это. Да, я знаю, но я думаю, не все они такие. Да, возможно, не все. Но тебе будет трудно найти именно такую в этой группе. Так, я думаю, они здесь лежат. Ой, а куда же делись все хиджабы? И как же теперь ты собираешься молиться? Что все это значит? Теперь ты понимаешь, если ты носила хиджаб, то тебе отпала бы эта необходимость. Фатима, о чем ты говоришь? Я вижу их сзади тебя в сумке. Скажи мне, зачем ты это делаешь? Фатима, это уже не смешно. Я хотел сказать, как понять, что она мусульманка, если она не одевает хиджаб? А как насчет характера, ее сердца и человечности? Эти вещи не менее важны. Фатима, люди будут думать не так, как мы с тобой. Но мы все равно должны принять их. Ношение платка, это не делает тебя мусульманкой. Именно наша вера в единого Бога и его пророка Мухаммада, саляму, делают нас мусульманами. Вот и сейчас опять защищаешь ее. Конечно, я буду защищать ее. Слушайте, оба. Всевышний Аллах рассудит нас только в судный день. Мы можем только молиться, чтобы он наставил нас на истинь путь. Но пока мы здесь, мы не должны разделяться. И, наконец, нас всех связывает только то, что мы мусульмане. Эй, Нура, надеюсь, ты понимаешь, что не все хиджаби такие. Нет, конечно, я все прекрасно понимаю. Хорошо, поверь мне. У меня тоже были конфликты с теми, кто не покрыт. И нам обеим нелегко. Да, я считаю, это неправильно осуждать кого-то только по их внешности. Хотя иногда сама так поступая. Но нам надо очень много поработать над этим. Да, осуждать других — это естественно, но это нехорошо. Но мы должны избегать этого и сосредоточиться на наших отношениях. Как Всевышний Аллах сказал, он выводит их из мраков к свету. Ты не можешь угодить всем. Понимаешь? Ладно, эти хиджабы всегда будут здесь. Я позабочусь об этом. Я очень благодарна тебе, миспа. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!